МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Сергей Тарачанов. И вначале коротко о главных темах последних 7 дней. Состоялись торжественные митинги, посвященные годовщине Победы. В Люберцах подвели итоги отопительного периода. Прошел концерт в честь Дня Победы. Ученика Кореневской школы наградили за участие в фестивале «Родные просторы». Спортсмен из Люберец стал призером первенства Европы по тейквондо. Подведены итоги фестиваля «Пасхальное яйцо». У памятников трем Иванам и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялись торжественные митинги, посвященные годовщине Победы. Жители городского округа Люберцы преклонились перед героизмом и мужеством тех, кто ковал Победу в те памятные годы. В сквере на улице Инициативная установлено три обелиска, посвященных печальным страницам истории России. Здесь покоятся борцы двух революций, а также увековечена память павших героев Первой и Второй мировых войн. По традиции, мероприятия, посвященные 9 мая, начинаются именно на этом мемориальном комплексе. Это символическое место, оно, я думаю, будет притягивать люберчан многих поколений. Но сегодня, в кону Дня Великой Победы, я хотел бы, конечно же, поздравить всех и люберчан, и россиян, особенно участников Великой Отечественной войны. После того, как участники митинга почтили память погибших минутой молчания, Владимир Ружицкий совместно с ветераном Иваном Пшеничкиным возложил цветы в памятник упавшим в Великой Отечественной войне. Затем с депутатом Московской областной думы Дмитрием Дениско он отдал дань уважения жертвам революции и Первой мировой войны. Мы пришли сюда для того, чтобы вспомнить тех, кто не дожил до этих светлых дней, и поклониться им, что они помогли одержать победу в Великой Отечественной войне. В этот день в подвиг соотечественников вспоминали и жители гарнизона. У памятника Трём Иванам, военным пилотам, легендарного 16-го истребительного авиаполка, который базировался во время Великой Отечественной войны в Люберецком районе, собрались учащиеся кадетской школы, представители администрации, военно-воздушных сил России, ветераны и труженики Трудового фронта. Это день великого счастья для всего народа, для нас лично, что закончилась эта мучительная четыре года длища война. И мы были очень счастливы, что победили. Эта победа дала развитие Великой России, всего народа, всех национальностей, населяющих Великую Россию. Счастье и продолжительность жизни. Жители городского округа Люберцы преклонились перед героизмом и мужеством тех, кто ковал победу в те памятные сороковые годы. В память о них участники митинга возложили цветы к мемориалу легендарных военных пилотов. Анна Троян, Луиза Егизарян, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. В Люберецком дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине со дня Великой Победы. На мероприятия пригласили ветеранов войны, тружеников тыла, а также представителей общественных организаций. Атмосфера праздника в Люберецком дворце культуры ощущалась уже на входе. Ребята из кадетской школы с улыбкой встречали гостей и раздавали им красные гвоздики. А пока в актовом зале шли последние приготовления, в фойе выступали творческие коллективы. На торжественный концерт, посвященный 9 мая, в основном пришли люди постарше. На первых рядах сидят те, благодаря кому уже 72-й год празднуется Великая Победа. Спасибо всем люберчанам, что они не забывают нас, вот таких ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Нам уже по многу лет. Мне уже 93-й год. Конечно, я очень рад, что я встретился с вами, что вы берете от меня интервью. Всех хочу поздравить с Днем Победы. Пожелать всем-всем, начиная с пионеру среднего возраста, пожилым, а также ветеранам счастья, успехов и хорошего благополучия. Самыми первыми на сцену вышли маленькие артисты в военной форме. Свои поздравления они выразили в стихах. Затем состоялся торжественный вынос флагов Российской Федерации, Московской области, Люберецкого района, а также Знамя Победы. Их гости праздника встречали стоя. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 50 тысяч люберчан. Чуть меньше половины из них не вернулись в свои дома. Память павших героев в гости мероприятия почтили минутой молчания. А для тех, кто сегодня с нами в строю и подают пример мужества, прозвучали бесконечные слова признательности. В городском округе Люберцы проживают 340 ветеранов Великой Отечественной войны, более двух тысяч тружеников тыла, двухсот узников концлагерей, а также блокадники Ленинграда и дети войны. Вы замечательные люди. Конечно, жизнь всегда была непростой. Но те, кто прошёл войну, это особая жизнь, это особые люди, это особые ощущения. Я хотел бы в эти дни пожелать каждому из вас здоровья, долголетия, заботы ваших близких. Символично, что во время концерта состоялось торжественное посвящение в ряды юнармии. Всероссийское военно-патриотическое движение пополнилось именами 43-х люберецких школьников. «Торжественно клянёмся! Всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству! Клянусь! Клянусь!» Также для гостей праздника в этот день выступали творческие коллективы. На сцене можно было увидеть матросские танцы и услышать знаменитые песни военных лет. Кстати, одной из них исполнил 93-летний Георгий Новиков, лётчик-истребитель Великой Отечественной войны. Где же вы теперь, друзья-донополчане, боевые спутники мои? Луизия Егия-Зарян, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла акция «Георгиевская ленточка». В течение нескольких часов в оживлённом месте возле Люберецкого ДК волонтёры раздавали всем желающим символы Великой Победы. Марфе Николаевне 96 лет. Прослужила старшим лейтенантом медицинской службы больше пяти лет. В армию пришла, совсем юной. Это решение приняла добровольно. Я никогда страха не болела, не ощущала. Не боялась ничего. Отвага, непоколебимая вера в победу и желание жить, несмотря ни на что, помогли ветеранам в те страшные годы. Сейчас их подвиг вспоминают с благодарностью и уважением. Мы всегда сейчас с ребёнком, и раньше всегда ходим 9 мая, кладём цветы у памятника. Акция «Георгиевская ленточка» прошла в преддверии праздника Победы в Люберцах. Её цель – почтить память воинов Великой Отечественной войны. Это большая память и честь вообще не только отдавать в День Победы дань нашим уважаемым ветеранам, но и, конечно, осознавать то, что благодаря их подвигу, такому героическому, сейчас мы с хорошей погодой, с хорошим настроением вспоминаем их и чествуем День Победы. Подвиг тех, кто сражался за Родину, помнит и молодое поколение. Каждый год школьники и студенты с гордостью и радостью проводят акции, приуроченные к Великому празднику. Никита Остроумов участвует в них постоянно. Безусловно, когда я вижу ветеранов, у меня возникает, безусловно, огромное чувство гордости за наш народ, за нашу Родину, за всё, что они сделали. Потому что действительно очень великий праздник, который дался нашей стране очень нелёгким путём. Сами виновники торжества, несмотря на боль и страшные воспоминания, этот праздник отметили весело и задорно. С тобой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. То, что пережили участники Великой Отечественной войны, представить невозможно. И 9 мая для них – самый главный праздник в году. Хотя всё было создано, кушать было нечего, но мы все были довольны, что мы свободны. Так что для меня этот праздник несравнимый. И День Победы я люблю петь. День Победы, конечно, это большой праздник для всех. Мы были очень… Я вот помню, как нам объявили Победу, как мы дети радовались этому, понимаете, что все эти страхи кончились. Георгиевская ленточка – святой символ Великой Победы. Они раздаются бесплатно. Если к вам подойдут на улицы и предложат их купить, будьте осторожны. Это мошенники. Смоленские березы высадили у могилы героев Великой Отечественной войны на Токаревском кладбище в Томилине. В этот же день в рамках акции «Трава забвений здесь не прорастет» родственники пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны поставили фотографии и свечи у памятника неизвестному солдату. С фотографиями близких, свечами и тремя березами из Смоленской области ветераны вместе с журналистами из Томилинского медиа-центра отправились к аллее почёта в Токарёво. Мы решили таким образом, своим таким патриотическим движением присоединиться к губернаторской акции «Лес Победы». Тем более был очень такой добрый, хороший повод. Наши друзья из Смоленской области, эти поисковики, ребята из поискового движения, они нам передали березы, которые выкопали специально для нас вот к этой акции. С того самого поля, где вот три года назад мы подняли солдата, чуть позже, то есть и нашего неизвестного солдата. Вот мы едем именно на кладбище, где установлен наш народный памятник журавли и везем своим трем бойцам вот эти березы. То есть каждый из них будет символизировать нашего бойца, который у нас найден. Эти пока ещё маленькие березки были выращены под городом Ельня. Именно с той земли в 2012 и 2014 годах были переданы останки бойцов Василия Каратаева, Серафима Антропова и одного неизвестного солдата. Почётная миссия посадить эти три дерева досталась стамильнским ветеранам. Им помогали дети и журналисты из стамильнского медиа-центра. Повыше, давай вот так вот, вот здесь с тобой, вот как, вот как, молодец, умничка. Также в рамках ежегодной акции «Трава забвения» здесь не прорастёт. Родственники тех, кто так и не получил никакой информации о своих близких, ушедших на войну, поставили их фотографии из свечи памяти у мемориала неизвестному солдату. Для меня это очень значимо, очень значимо, несмотря ни на что, я принимаю участие буквально во всех мероприятиях. Это такое событие, которое, по-моему, не только для нашего поколения военного, да, и даже для наших детей это, как сказать, очень нужно. Надо обязательно всех знакомить, всем всё рассказывать, всем всё говорить, как наши русские люди положили свои головы за то, чтобы вот сейчас сияло солнце, да, и, как говорится, не гремели пушки. По ежегодной традиции отдать дань памяти ушедшим близким, тем, кого коснулась война, любой желающий может на акции «Бессмертный полк», которая состоится 9 мая. Все подробности на сайте www.tomilina.tv Станислав Дудник, Алексей Табаков, Томилина ТВ В городском округе Люберцы дополнительно благоустроят две дворовые территории, которые набрали на портале Добродел более 100 голосов. На днях Владимир Ружицкий посетил один из дворов победителей. План проводимых работ он обсудил совместно с местными жителями. Во время сильного дождя жители дома номер 15 по улице Побратимов вынуждены пользоваться деревянными подонами. Других способов защиты от подтоплений здесь пока нет. Отсутствие ливнёвой канализации давно является главной проблемой. Теперь, благодаря дополнительным средствам, выделенным из городского бюджета, она будет решена. На встрече с Владимиром Ружицким жители дома озвучили и другие волнующие вопросы. Но у 13-го дома нет площадки контейнерной. Они мусор-то несут к нам. Работы по благоустройству начнутся на этом участке в конце июня-начале июля текущего года. Здесь отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезда с изменением уклонов. Таким образом, проблема с подтоплениями будет устранена. Кроме того, на придомовой территории обновятся тротуары и произведётся озеленение. В ближайшие 2-3 недели мы найдём технические решения, как эту тему и проблему устранить. Сделаем какой-то проект. Потом, конечно, сегодня все вопросы, связанные с ремонтами, они проходят процедуру аукционов. То есть, нужно эти работы будет отторговать, как говорят, в бюджете. Всего в городском округе Люберцы в программу благоустройства вошло 67 дворов. Работы будут производиться с учётом шести обязательных элементов. Детские спортивные площадки, пешеходные дорожки, озеленение, парковочные места, а также освещение, информационные стенды и площадки для сбора мусора. Луизия Иги Азарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Состоялось заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. В ходе встречи был проведён конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. Напомним, ранее была сформирована конкурсная комиссия, в которую, кроме представителей Люберец, вошли три представителя правительства Московской области. На должность главы городского округа претендовали четыре человека. После рассмотрения заявлений конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов – Владимира Ружицкого и Кирилла Тимошкова. Решающее слово оставалось за народными избранниками. До начала голосования председатель Совета депутатов Сергей Антонов зачитал характеристики кандидатов. Согласно сведениям, представленным конкурсной комиссией, Ружицкий Владимир Петрович отвечает всем критериям и требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность главы городского округа Люберцы. Имеет большой практический опыт работы в органах местного соуправления. Тимошков Кирилл Александрович отвечает критериям и требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность главы городского округа Люберцы. Имеет опыт работы в органах местного соуправления. На заседании присутствовал 31 депутат. 29 из них проголосовали за назначение главой городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Отныне он будет занимать этот пост ближайшие пять лет. К исполнению своих полномочий Владимир Петрович должен приступить не позднее 8 мая. Для меня это достаточно ответственный момент, достаточно волнительный. Я работаю не один год. В эти годы мы со многими в этом зале работали вместе. Причем к плечу решили те вопросы, которые необходимо решать для жителей, для территории. И даю себе отчет, что эти вопросы можно решать только опираясь на депутатский корпус, на мнение жителей и просто в плотном взаимодействии с правительством Московской области. Затем народные избранники продолжили свою работу. В повестке дня было рассмотрение вопроса о принятии за основу проекта решения об исполнении бюджета Люберецкого района за минувший 2016 год. Свои доклады зачитали сотрудники администрации всех пяти городских поселений. Городской округ Люберцы полным ходом готовится к празднованию Дня Великой Победы. В рамках подготовки коммунальщики наводят порядки у памятных мест, а дорожники ремонтируют асфальтовое покрытие на улицах муниципалитета. Мемориал воину-освободителю – одно из главных мест в Люберцах, где пройдут торжественные мероприятия. Уже сейчас коммунальщики здесь моют плафоны, чистят пешеходную часть, приводят в порядок бордюрный камень. В городе наведением порядка к 9 мая занимается Люберецкий ДЭП и Объединенный комбинат благоустройства. Мы сейчас одновременно осуществляем и покраску бордюров, и нанесение горизонтальной разметки на дороги. Сейчас идёт обслуживание всех наших памятников. Очищается вся поверхность, наводится в порядок, приводится в порядок газоны. Осуществляется полностью проверка всего светового оборудования. Кроме коммунальщиков в городском округе трудятся и дорожники. К празднику они проводят ямочный ремонт в усиленном режиме. На сегодняшний день в муниципалитете заделано уже 2500 выбоин. Глава Владимир Ружицкий лично проинспектировал ход этих работ на улице Власова. Много поговорок на Руси. Это и про дураков, и про дороги, и прочее. Но мы ставим задачу, что по крайней мере с одной проблемой – это дороги, это ямы на дорогах. Как-то мы справились бы. И мы с этой задачей сегодня справляемся. Ямочный ремонт дорог в городском округе Люберца планируют завершить 15 мая. После чего дорожники приступят к масштабным работам – капитальному ремонту асфальтового покрытия. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялось расширенное заседание по подведению итогов отопительного периода. В нем приняли участие представители администрации, руководство и сотрудники управляющих компаний, депутатский корпус, а также жители городского округа. О том, как справились люберецкие коммунальщики с зимой и как будут готовиться к следующей, узнаете из нашего сюжета. На подготовку к отопительному сезону 2016-2017 годов было израсходовано 778 миллионов рублей. Эти средства направили на модернизацию трёх котельных, реконструкцию двух ВЗУ, а также на капитальный ремонт 129 многоквартирных домов. Кроме того, предприятия жилищно-коммунального комплекса провели масштабную работу по замене и ремонту тепломагистралей, а также участка водопроводных, инженерных и канализационных сетей. Готовиться к холодам и предпринимать необходимые меры для безаварийного отопительного сезона руководство района начало ещё летом. Возможно, возникающих проблем и вопросов с июня до конца сентября в администрации проводились заседания постоянно действующей комиссии по контролю за ходом подготовки объекта жилищно-коммунального энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Люберцы к осенне-зимнему периоду. Выявить допущенные ошибки, недоработки, чтобы не допустить их в дальнейшем сейчас, когда подготовка к очередному отопительному сезону уже не за горами, этот вопрос особенно актуален. Однако ресурсоснабжающие организации уже запланировали расходы к следующей зиме. К примеру, Люберецкая теплосеть готова потратить более 160 миллионов рублей. Эти деньги направят на реконструкцию двух центральных тепловых пунктов, монтаж и наладку силового электрооборудования, а также на различные ремонтные работы. Подготовиться к новому отопительному сезону и пройти зиму без аварий. Это самая главная основная задача. В конце расширенного заседания руководители управляющих компаний ответили на вопросы жителей. Затем состоялось награждение победителей конкурса «Дом, в котором я живу» – ШКХ «Глазами детей». За добросовестный труд и профессионализм награду также получили лучшие работники системы жилищно-коммунального хозяйства. Луизия Егязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В редакцию Люберецкого телевидения обратилась жительница нашего города. У Екатерины Мельниковой возникла конфликтная ситуация с компанией-застройщиком. Люберчанку просят доплатить большую сумму при переселении из ветхого аварийного жилья. В ситуации разбирался наш корреспондент. Я слышала, что многим семьям уже выдали ключи, уже многие переезжают. В нашем доме все упаковывают вещи. Переехать Екатерине Мельниковой пока некуда. Ее дом по улице Шевлякова признали аварийным в сентябре прошлого года. Компанией-застройщиком был построен новый дом, его даже видно из окон коммуналки. Однако выяснилось, что получить там квартиру не так-то просто. Полгода назад мне сообщают, что готовьте деньги. У меня такой возможности нет. Все это достаточно сложно. Я приносила справку о зарплате. Я работаю менеджером, оператором в компании. У меня зарплата 22 тысячи. Екатерина проживает на территории 19 квадратных метров с 12-летним сыном. Когда она узнала, что за новое жилье необходимо доплатить непосильную для ее кошелька сумму 400 тысяч рублей, сразу же обратилась к юристу, в администрацию и, конечно, к компании-застройщику. Я, конечно, общаюсь, я говорила, что у меня нет такой возможности, что делать. Но они какие-то называли варианты, на которые совершенно невозможно согласиться. На самом деле, согласно 89-й статье жилищного кодекса, компания-застройщик должна предоставить равнозначное по общей площади и благоустроенное жилье. То есть получить бесплатную квартиру, большую, чем есть у Екатерины сейчас, и тем более расположенную в том же районе, она, к сожалению, не имеет права. Есть определенный размер площади, который мы предоставляем совершенно бесплатно. Когда сверх этого размера у нас идет еще дополнительная площадь, мы просим людей доплатить, потому что это реальный актив. Вы можете продать эту квартиру, соответственно, и купить в другом месте совершенно. То есть здесь абсолютно рыночная история. Говорить о нарушении законодательства со стороны компании-застройщика нельзя. Они предложили жителям два выхода. Получить квартиру в новом доме, стоимость которой намного превышает выкупную стоимость старого жилья. И поэтому за нее необходимо доплатить альтернативный, бесплатный вариант. Собственникам им выплачивается выкупная стоимость. Выкупная стоимость складывается из рыночной стоимости жилья, которое они занимают, стоимости земельного участка под данным жильем и затратов, связанных с переездом. Исходя из этого, как бы и ведется разговор. Но по соглашению сторон ему может быть представлено за счет выкупной цены жилье. Таким образом, Екатерине придется либо соглашаться на предоставляемые варианты со стороны застройщика, либо искать денежную сумму для улучшения своих жилищных условий. Переселение микрорайона 1А планируется в 2020 году. Кристина Моносорян, Ирина Бокова, Никита Скараган, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах появился новый супермаркет «Я любимый». В городском округе он стал третьим по счету магазином этой торговой сети. В честь его открытия состоялся шумный праздник с музыкой и дегустацией. Среди первых посетителей супермаркета оказалась наша съемочная группа. Открытие нового супермаркета стало настоящим праздником не только для сотрудников сети «Я любимый», но и для всех жителей города, которым повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Пока одних гостей развлекали творческие коллективы, другие уже выходили из нового магазина с покупками. Всё, что я хотел купить, здесь я нашёл в этом магазине. Впрочем, уйти отсюда с пустыми руками просто невозможно. Широкий ассортимент товаров на любой вкус и бюджет позволит сделать выбор каждому покупателю. Помимо продуктов ежедневного спроса, в супермаркете представлен эксклюзивный товар. Особенность её любимого в том, что здесь не продаётся замороженное мясо или рыба. Клиентам предлагают только свежие продукты. Мы получаем продукты от производителей, всё свежее, на ежедневной основе. Большой ассортимент овощей и фруктам, также большой ассортимент мясной продукции, рыбной продукции, также холодного, горячего копчения. В супермаркете широко представлена продукция собственного производства. На территории магазина работает пекарня полного цикла. Кроме кондитерских изделий, я любимый обеспечивает своих покупателей свежим хлебом различных сортов. А людям пенсионного возраста основной продукт питания выдаётся бесплатно. Каждый понедельник и четверг пенсионер может прийти в наш магазин со специальным купоном, который выдаётся заранее, и абсолютно бесплатно при предъявлении своего пенсионного удостоверения получить один батон хлеба. В магазине также работает своя зона мини-кафе, где можно выпить горячий чай, кофе или прохладительные напитки. А если вам захочется шашлыка, не вопрос. На территории супермаркета установлены мангал и гриль. А это значит, что здесь всегда можно купить любимые блюда. Для тех, кто предпочитает готовить мясо на углях самостоятельно, тоже есть всё самое необходимое. Любителям пиццы и суши тоже здесь понравится. В супермаркете «Я любимый» их готовят у вас перед глазами. Если у клиента есть особые предпочтения, он может озвучить их шеф-повару. Для того, чтобы посетители оценили вкус популярных блюд, в магазине устроили дегустацию. Мы посмотрели, здесь уже очень много разной продукции и для детей, и для взрослых. Очень много полезной. Ценовая политика очень хорошая. Целый ряд особенностей позволит супермаркету оправдать своё название. И для многих горожан он станет действительно любимым. 9 мая руководство торговой сети запускает ещё один социальный проект. Ветеранам Великой Отечественной войны в этот день предоставляется скидка 72%. В Федеральном агентстве по делам национальности прошёл медиафорум для представителей этнокультуры, исполнительных органов власти, а также журналистского сообщества. Главная тема заседания – государственная национальная политика России, проблема информационного обеспечения. Миссией СМИ должно быть просвещение и информирование, направленное на созидание, а не на разрушение. Такими словами открыл второй московский медиафорум, посвящённый проблемам информационного обеспечения национальной политики, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов. Задача, самое главное, не навредить. Любую информацию, вы сами знаете, можно преподнести как с положительной стороны, так и с отрицательной. На форуме обсуждалась необходимость повышения качества и объективности СМИ в вопросах освещения межэтнической проблематики и очевидный дефицит журналистов, способных объективно преподносить информацию на эту тему. Наша задача, прежде всего, показать журналистам, где можно брать объективную информацию. Очень много информации распространяется по интернету, и вопрос её объективности встаёт очень и очень открыто. Создание официальных и достоверных источников, прямое взаимодействие журналистов с национальными общественными объединениями. Такие варианты решения проблемы прозвучали во время форума. Также журналисты рассказали о своих уже существующих успешных практиках в деле освещения темы межнациональных отношений. Идти от частного к общему. Не от общего к частному, что смотрите, у нас какие праздники прекрасные, и все здесь счастливы, и все у нас люди хорошие. От частного к общему, то есть за счёт того, что мы показываем определённых героев, определённые поступки представителей этих народов, мы можем создать образ положительного вокруг всего народа. От Люберецкого округа на медиафоруме выступила Екатерина Дегтярёва, председатель комиссии по межнациональным отношениям общественной палаты Люберецкого района и генеральный директор телеканала ЛРТ. Это правда, что ответственность журналистов должна быть, но я как руководитель могу сказать, что прежде всего ещё нужно работать с самими руководителями телеканалов, печатных СМИ, потому что они все понимают эту ответственность, и может быть даже какой-то круглый стол конкретно, отдельно для руководителей СМИ. Только за 2016 год коллектив Люберецкого телевидения создал свыше 130 программ, посвящённых теме межнациональных отношений. На заседании Екатерина Дегтярёва представила фильм отчёт о проделанной работе. Итоги второго московского медиафорума «Государственная национальная политика России. Проблемы информационного обеспечения» будут обобщены и решено, что все поступившие предложения направят в профильные ведомства. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Ученик школы номер 59 посёлка Коренёва Тимур Хамедулин получил награду за участие в фестивале «Родные просторы», который недавно состоялся в стенах Российского государственного института туризма и сервиса. Заслуженную награду Тимур получил из рук председателя комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Люберецкого района Екатерины Дегтярёвой. Она поблагодарила мальчика за участие в фестивале и помимо грамоты вручила ещё несколько подарков. А также сертификат на посещение двух бесплатных занятий в секции бально-спортивных танцев «Гравитация» или секции «Самбо и дзюдо». На фестивале «Родные просторы» Тимур Хамедулин представлял проект про национально-культурную автономию татар городского округа Люберцы. Его выступление с докладом сопровождалось слайд-презентацией. Я хотел рассказать про автономию, кто там был первыми лидерами, потом кто последний лидер был, какие участники её были, когда она образовалась, ну и про Малахвку тоже немножко, потому что там есть целебные леса, почва хорошая. В подготовке к фестивалю Тимуру помогали его родные и близкие. Старшая сестра Регина, например, давала дельные советы, как не волноваться во время выступления. Мы вообще в семье за активность, за активность во всём, поэтому мы решили, что если есть такая возможность, почему бы и нет. Тем более нас пригласили, мы согласились. Вместе с сестрой и маленькой племянницей Тимур пришёл за наградами в редакцию телеканала ЛРТ. Для гостей провели экскурсию, показали работу различных отделов и рассказали, как устроено телевидение. В Государственном социальном институте в Красково прошла научно-практическая конференция. Её тема звучала как «Теория и практика общественного развития в свете современного научного знания». Участники из 15 городов России и других стран представили более 100 докладов. Конференция в Краскове проходит уже 18-й год подряд. Среди научного сообщества её называют «люберецкие чтения». Хотя ежегодно организаторы определяют новую тему, которая соответствует духу времени и больше всего интересует современное общество. В этом году представлены совершенно разные направления докладов – экономика, право, педагогика с образованием и даже физическая культура и спорт. Любая конференция, какая бы она ни была, это дискуссионная площадка. Это проводится для того, чтобы можно было обсудить проблемы современности и предложить обязательно какие-то пути решения. В этот раз в конференции зарегистрировались больше ста докладчиков. Среди участников – учёные, профессора и кандидаты наук. Однако немало и молодых лиц – аспирантов, магистрантов и даже студентов, которые работали под присмотром научных руководителей. Один из постоянных участников конференции Александр Богомолов выступает уже седьмой раз. В этом году он рассказывает о наградной системе во времена Временного правительства. Эта тема заинтересовала достаточно давно. Когда обучался на первом курсе Московского университета МВД, мы рассматривали биографию моего деда. Он ветеран Великой Отечественной войны. И впоследствии выяснилось, какие у него были награды. Ездил в архив Министерства обороны. И уже когда подобрал весь материал, мы с моим нужным руководителем, Феденом Аталиевым Львовным, приняли решение, что мы хотим эту работу развивать далее. Все доклады, с которыми выступили участники на конференции, будут помещены в единый сборник. Он будет сделан таким образом, что и сами участники, и читатель смогут проследить логическое развитие мысли по определенной теме и ознакомиться с самыми разными мнениями. Кристина Моносорян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Школа номер 11 на один день стала масштабной площадкой для проведения военно-спортивной игры. За кубок цунами поборолись 10 лучших отрядов юнармии со всего городского округа. Почему подростки все чаще предпочитают такое времяпрепровождение, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Первую в Люберцах военно-спортивную игру посвятили 72-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для начала построение и напутственные слова от представителей Всероссийского движения юнармия, власти и депутатов. А затем ожесточенная борьба на 10 этапах различной направленности. У нас в Люберецком городском округе создан штаб движения юнармия и созданы отряды в общеобразовательных учреждениях. Подключились все наши службы МЧС и пожарные службы, чтобы нам предоставить оборудование, технику для проведения. Я думаю, что это будет, на мой взгляд, на сегодня такое очень масштабное мероприятие. Военно-спортивной подготовки юнармейцев учат в их образовательных учреждениях. Однако Александра Нестерова с детства владеет этими навыками. Родилась в семье военных. Несмотря на то, что я девочка, я себя не жалею и не боюсь того, что я поранюсь. А мне не жалко совсем этого, потому что я люблю спорт и в этом заключается моя жизнь. Военно-прикладные виды спорта хорошо знакомы и ученикам кадетской школы. Братья-близнецы Никита и Денис тоже продолжают семейную традицию, охотно осваивают боевое дело. Ходили на тренировки каждый вечер. Да, ходили на тренировки, занимались дополнительно. Чтобы смогли защитить потом Родину. Ловкость рук и никакого мошенничества. Все это про испытания узлы. Отряд цыпочки цунами исключительно девчачий. Но эти школьницы, как оказалось, умеют плести не только косы. У представителей 11-й школы, пожалуй, самый большой опыт среди участников игры. Они были одними из первых люберчан, которые вступили в ряды юнармии. На состязание они предоставили две команды – мужскую и женскую. Потому что количество девочек у нас превышает мальчиков. И поэтому мы как-то решили, что у нас женская команда. Возможно, в душе мы соперничаем, но официально мы не соперничаем. Потому что я считаю, что, наверное, мы дружные. Еще отряды юнормейцев состязались в сборке боевого пистолета. На скорость разбирали магазин автомата. Поучаствовали в тактической стрельбе. Полоса препятствий – пожалуй, самое сложное испытание Кубка цунами. Быстро и безупречно на время выполнить все этапы. Здесь важна хорошая физическая подготовка. За первый Кубок цунами сразились 10 лучших отрядов юнормейцев со всего городского округа. По итогам игры сильнейшими стали цыпочки цунами из 11-й школы. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Спортсмен из Краскова Андрей Першин выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы 2017 года по тейквондо. Вернувшись на родину, Першин дал интервью для телеканала ЛРТ, показал, как тренирует будущих чемпионов и рассказал о планах на будущее. Тейквондо – корейское боевое искусство. В России этот вид спорта зародился в 90-х годах. Характерной особенностью тейквондо является активное использование ног в бою, причем как для ударов, так и для блоков. Крусер чемпионата Европы 2017 Андрей Першин начал спортивный путь еще в раннем детстве. Мой отец тренер, он меня привел в зал, причем он меня там не заставлял вечно заниматься там дома, работать. Он смотрел, как я хочу сам заниматься. То есть я пришел в зал и говорю, я хочу вместе с тобой тренировать. Он меня брал сам. То есть я рос наравне со всеми спортсменами. Тейквондо учит выносливости, искусство дисциплины, твердости характера и целеустремленности. Именно духовная культура и практика отличают его от других видов боевых искусств. Я хочу сказать, что тейквондо в первую очередь это легкий контакт. То есть у нас не задача отправить в нокаут, там повалиться у противника. У нас идет работа на очки. То есть задача обозначить, нанести легкий удар и заработать за это 2-3 очка. На тренировки к Андрею Першину приходят не только мальчики, но и девочки. Возраст будущих чемпионов 5-7 лет. Но стойкости характера и техники исполнения боевых приемов могут позавидовать даже олимпийские медалисты. У нас есть еще не только ногу седания, у нас есть еще прикат на губу ногу. Например, я сейчас на вот это ноге сижу и прикатываюсь вот сюда. Впереди Андрея ждут новые соревнования. Усердная подготовка к ним идет полным ходом. Параллельно прессер чемпионата Европы продолжает тренировать маленьких тэквондистов. Продолжаем работать, продолжаем стремиться. Впереди чемпионат мира в Ирландии. Усердно готовиться к нему и обязательно занять первое место. Екатерина Скрижалина, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Томилинский клуб «Дружина» торжественно открыл мотосезон. Гости мероприятия участвовали в соревнованиях по стрельбе из лука, ножевому бою, а также парному мото-маневрированию. В открытии очередного мотосезона приняли участие порядка 80 человек. Более 40 байкеров продемонстрировали на автодроме спортивно-технического клуба «Томилина» свои способности. Организаторы праздничного заезда предложили мотоциклистам поучаствовать в пяти конкурсах. В каждой дисциплине определили победителей. Обладателям первых и вторых мест вручили медали с символикой клуба «Дружина». Для того, чтобы напомнить себе, освежить все навыки, а какие-то, может быть, и отточить, мы с вами посоревнуемся в разных дисциплинах, которые так или иначе, но связаны с ловкостью, силой и мастерством. Между соревнованиями гостей и мероприятия развлекали представители клуба исторической реконструкции «Лучезар». Они показали инсценировки боёв, которые проходили в Древней Руси. В Люберцах прошёл полуфинал открытого фестиваля эстрадной песни «Приди и пой». Ежегодный фестиваль вот уже 12-й раз собирает участников со всего городского округа Люберца. О том, как прошёл концерт в этом году, расскажет наш корреспондент. Анжелика Абрамова не занимается музыкой профессионально. Она студентка медицинского колледжа и связывать дальнейшую жизнь со сценой не собирается. На участие в фестивале для неё много значит. По её словам, это удовольствие для души. Просто мне нравилось петь всегда, поэтому я пела, я кайфовала, наверное, от этого. Мне было приятно слушать свой голос и чувствовать эмоции тех людей, которые меня слышат, как я пою. Было приятно, в общем. Фестиваль эстрадной песни «Приди и пой» собрал около 120 участников, объединив людей разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. Кроме традиционных номинаций, песен современных композиторов, зарубежной шляги, ретро, народной песни, появилась и новая, как прекрасен этот мир. Она посвящена Году экологии. Среди конкурсантов как профессионалы, так и любители. Но от этого любовь к музыке не меньше, а решение членов жюри не легче. Хочется всегда взять побольше, но так как всё-таки какие-то есть определённые рамки, ну, наверное, может быть, человек 40. Все участники нашего фестиваля либо поступают в какие-то учебные заведения, либо просто песня становится их, не знаю, любовью на всю их жизнь. И, конечно же, они участвуют в различных мероприятиях нашего района. Финал фестиваля эстрадной песни «Приди и пой» пройдёт 15 мая. Масштабное мероприятие планирует собрать много зрителей и выступят на нём самые лучшие, по мнению судей-участники. Среди членов жюри ожидает увидеть и известного композитора Александра Шаганова. Алина Серазидинова, Кристина Монасарян, Никита Скараган, телеканал ЛРТ. В Люберцах подвели итоги детского фестиваля «Пасхальное яйцо-2017». Ученики общеобразовательных и художественных школ в течение нескольких недель создавали работы, посвящённые православному празднику Христового Воскресения. Возраст участников пасхального конкурса был разным – от 7 до 16 лет. А их работы выполнены в необычных техниках. Здесь и бисероплетение, и обработка дерева, декупаж, скраббукинг, вышивка и многое другое. Ребятки, многие наши, принимали ещё участие и в международном конкурсе «Пасхальное яйцо» и заняли призовые места. Поэтому мастерство наших детей и их талант растёт от года, из года в год. Конечно, большая заслуга – это и педагогов, и родителей. Школьники использовали совокупность приёмов художественных материалов и средств для создания декоративных пасхальных яиц. Некоторые ребята создавали свои работы даже из художественного угля. Содержанием рисунка являлась как раз тема Пасхи, рождения нового, весны, тепла, света, добра. И самым простейшим изображением дети самостоятельно могли создать интересный новый образ с помощью вот такого необычного материала. Изобразительным искусством дети не ограничились. Участники фестиваля рассказали, что для них означает праздник Светлого Христового Воскресения. Исполнили музыкальные композиции, посвящённые Пасхе. На следующий год организаторы планируют провести хоровой пасхальный фестиваль, в котором примут участие ещё больше юных талантов из разных школ городского округа Люберцы. Екатерина Скрижалина, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. 7 мая в России празднуется День радио. В этот день наша съёмочная группа отправилась в гости к коллегам по цеху, сотрудникам радиолюберецкого региона, и узнала про особенности их работы. Говорят, люберцы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует радиолюберецкого региона. Это приветствие каждый вечер слышат тысячи люберчан, слушателей радиостанции, которые отчитывают свою историю с 1931 года. Популярные в то время выпуски радиогазеты наши жители услышали одними из первых в Подмосковье. А в эпоху рассвета радиовещания люберецкая редакция была отделом в мощной структуре гостелерадио. Тогда радиоприёмник в буквальном смысле был в каждой советской семье. Вместе с ним делали зарядку, выполняли пятилетку и праздновали победу. Но и сегодня рассказали нам в редакции радиолюберецкого региона остаются такие слушатели, которые жить без радио не могут. Они слушают программу радио и говорят о том, что там эрубцуются шрамы, и на душе легче, и боль отступает. Вот она, великая сила музыки в том числе. Есть и поэтические рубрики, а если говорить о тех информационных, то они, конечно же, стабильные. Это актуальные интервью, актуальные репортажи. Сегодня в редакции радиолюберецкого региона работает только два человека. Хрупким девушкам-редактору и ведущей Анастасии Малахевича и корреспонденту Дарьи Торбенковой удаётся создавать ежедневные выпуски новостей, самим выезжать на мероприятия, писать тексты и озвучивать их. Кроме того, на Люберецком радио регулярно выходят рубрики и программы. Отличие радио от всего остального – это то, что только голосом ты можешь передать своё отношение, только текстом, ты можешь сказать вообще о том, что произошло, поделиться этим со слушателями, потому что картинки никакой нет, но и она не предполагается. А это центральный радиоузел. Именно сюда приходит сигнал от радиостанции из Останкино, а потом по проводам отправляется дальше и попадает в квартиры слушателей. Несмотря на то, что радио Люберецкого региона остаётся проводным, здесь идут в ногу со временем. Работает интернет-сайт, а недавно открыли практику видеотрансляций прямых эфиров. В гостях у Люберецких радищиков бывают известные творческие люди и официальные лица. Какие планы на будущее у Люберецкого радио? У меня планы есть всегда. И, к сожалению, не всё так быстро удаётся воплотить. Вот сегодня мы с вами находимся в обновлённой студии. В прошлом году мы завершили ремонт как раз-таки в канун юбилей. Приглашать в студию местных жителей и решать их проблемы в эфире вместе с административными служащими, проводить круглые столы. Такое тоже есть в планах у радио Люберецкого региона. Радио – это, безусловно, ответственность, это динамика, это некая публичность, и это интересно. Для меня, в первую очередь, работа на радио, но это, если говорить обо мне лично, то это призвание. И верится, что всё задуманное сбудется. Ведь каждый раз, выходя в эфир, эти люди разговаривают со своими слушателями не просто хорошо поставленным голосом, но и своим сердцем. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберца есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Дорогие друзья, подписывайтесь. Ну а я, Сергей Трачанов, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова